Xiaomi Mi 8. Подробный обзор. Надеюсь, это видео даст вам ответ, стоит ли его покупать или забыть и обратить внимание на другие смартфоны. И перед началом обзора скажу, что вы можете выиграть Mi Band 3. Мы разыгрываем их сразу же 3 штуки, то есть будет 3 победителя. Условия очень простые, они будут в описании. Кстати, если заглянуть в историю, то Mi 6 как-то не очень хорошо зашел. Допустим, как тот же Mi 5 и Mi 5s. Причиной была не самая хорошая камера, но и цена завышена. Mi 8 же по камере уже должен быть на высоте, об этом хотя бы говорит DxOMark. А вот цена, что-то она мне на старте продаж не нравится, да и с завода не самое лучшее. Кстати, заходите на сайт синтетики, там вы можете посмотреть актуальную цену и есть график падения цены. Можно выставить уведомления. Я бы ставил 450 долларов минимум, а то и 430 можно. Ладно, переходим к обзору. И сегодня будет немного необычный обзор, потому что из каждого видео все повторяется. Я буду многие вещи обобщать и буду очень строго относиться к этому смартфону. Все дело в том, что уже какой год Xiaomi повышает цены на новые Mi. Mi 6, Mi 5, вот уже Mi 8. И он реально уже стоит где-то так, как и Samsung серии S, конечно, прошлого или даже позапрошлого года. Да и OnePlus очень близко стоит. Внешний вид, что ж вам тут сказать. Все тоже стекло и все та же копия айфона и не более. Но если забыть про все это, то смартфон приятно держать в руке. Конечно, он теперь стал лопатой. И Mi 6, Mi 5, Mi 5S и так далее всегда меня привлекали компактностью. Здесь уже такого нет, так что учтите это. Уже по обыкновению нет 3.5 джека и неожиданно для меня нет инфракрасного порта. Но вот что хочу отметить. Небольшая прокладка на слоте под сим-карту. Она, конечно, не такая, как в Mi 6, но, думаю, минимальное предотвращение попадания воды здесь имеется. Кстати, заметьте, нет слота под карту памяти. По внешнему виду, монобровь. Так, она меня здесь напрягала, честно. Все из-за того, что она огромная. И самое главное, нет никаких уведомлений в этой брове. Вот это просто даже раздражало. На данный момент даже нельзя выставить информацию о процентах заряда батареи. Одним словом, неудобно. Конечно, вся инфа появится после опускания шторки. Так что, в принципе, учтите, это тоже недостаток. И в этой моноброве размещены все датчики и сенсоры. Фронтальная камера, разговорный динамик, датчики уведомлений, приближений и отдаления. И инфракрасный датчик, или, можно так сказать, камера, которая помогает смартфону быстрее распознать ваше лицо в полной темноте. И, должен вам сказать, Face Unlock работает просто отменно. Темная комната, недостаточное освещение и так далее. Все работает и даже лучше, чем в OnePlus. За это большой плюс Xiaomi. Но у меня, конечно, возник вопрос. Почему Mi 8 очень часто разблокировался, когда я был повернут к нему на 45 градусов? Странно, конечно, здесь же 3D нету. Хотя, это может быть какой-то баг. Ты, возможно, при хорошей подготовке обойти эту защиту возможно. Кстати, по поводу сборки. Не знаю, заметно ли это будет, но сеточка разговорного динамика криво стоит. Друзья, это вставка во время съемки. Смотрите, что я заметил. Слушайте звук. Xiaomi. И про динамик, тот, что мультимедийный. Он здесь один, и почему-то китайцы не захотели, как и в Mi 6, перенести часть звука в разговорный. Хоть это и не идеальное решение, но все равно какое-то псевдостерео было бы. И звук во внешнем динамике здесь ничем особо не отличается. Он такой же, как в Mi 6, и, наверное, даже немного хуже, опять-таки, из-за реализации псевдостерео в старой модели. Звук в проводных наушниках здесь только через переходники. Что странно, как и в Mi 6, здесь он с хорошим запасом громкости, и мне, в общем, понравилось, как он звучит. Тем более, не забывайте про настройки Xiaomi дополнительной и эквалайзер. По Bluetooth здесь все отлично, так как есть кодеки aptX и aptX HD, и в машине я слушал много музыку через свое Bluetooth-устройство, которое поддерживает эти кодеки, и все, зашибись. Так, я уже так много всего вам наговорил, что забыл сказать про дисплей. И, друзья, здесь настоящий AMOLED. И это, по сути говоря, первый AMOLED в серии Mi. Нет, был Mi Note 2, но там OLED-дисплей от LG, а здесь уже от Samsung, и что-то уже настоящее. В общем, этот дисплей мне зашел. Конечно, изначально, когда включил его, то что-то мне не понравилось, но потом покопался в настройках, и я выставил для себя ядерные цвета. Что-то в последнее время именно они мне нравятся. Размер экрана у нас 6,21 дюйм и разрешение Full HD, которого хватает, в принципе, с головой. Хочется Quad HD, но и так нормально. Так, и за AMOLED у нас здесь реализация Always-On-дисплея, и он, на самом деле, постоянно показывает вам время и календарный день. Конечно, меня смутило, что не отображаются уведомления, значки хотя бы, и информация о той же композиции, которая сейчас играет. Все мы понимаем, что это реализовать можно. Но, когда я получил уведомления по китайскому WeChat, значок загорелся. И SMS, кстати, тоже отображается. Значит, ждем глобальной прошивки или кастома, и я думаю, что там это все реализуют для простых наших приложений. По поводу глобалки, на момент записи этого видео ее нет, но она 100% будет, и кастомы уже тоже появляются на просторах интернета. Но при всем этом, за эти дни использования, меня доставали некоторые серьезные баги. Вот, друзья, именно серьезные баги. И Xiaomi почему-то на протяжении этой недели не захотела даже выслать какое-то обновление. То есть, по всему миру сотни тысяч Mi 8-х глючили, и Xiaomi ничего не делала. Так вот, когда я запускал камеру и делал снимок, то зачастую фото просто пропадало. Я не мог посмотреть это фото, и приложение камеры зависало, и лечилось это даже перезагрузкой. Я в сторис в инстаграме об этом говорил, так что тоже там подписывайтесь, ссылочка будет в описании. И еще жесткий баг с любым видео в галерее. Если вы вертикально поворачиваете смартфон, то выходит вот такая вот беда. Это позор, если честно. Я понимаю, в бюджетке где-то такое проскочит, но это флагман за 450, уже 500 долларов. Xiaomi, пили ПО. И да, в общем могу сказать, что смартфон быстрый, но блин, зависали очень часто многие приложения, некоторые вылетали, Facebook вообще долгое время не запускался, но опять-таки у меня китайская прошивка, и учтите, все разрешения я ясное дело выставлял. Так, теперь мы плавно перешли к процессору и автономности. По поводу первого. Здесь ничего нового, топовый Qualcomm 845 Snap и Adreno 630. Игры однозначно тянет все, можете в этом не сомневаться. Но, несмотря на 6 гигов оперативки, скорость запуска приложения мне здесь не понравилась. Он реально показал уровень Mi 6 и, кстати, даже Mi 6X на 660 Snap. Здесь одно из двух. Или прошивка не адаптирована, или где-то с памятью Xiaomi сэкономила, или урезала нам что-то. А за этой компанией мы такое часто замечаем. Так, автономность. 3400 мАч с возможностью зарядки Quick Charge 4.0+. И в первый же день я был приятно удивлен тому, что смартфон доживал до 11 часов вечера, хотя я его нагружал очень хорошо. Кстати, помните, на презентации Xiaomi минут 15 рассказывал про двойной GPS-модуль, и он по статистике должен экономить заряд на 50% при использовании GPS-а. Думаю, именно это тоже сыграло важную роль в автономности Mi 8. Кстати, по поводу GPS разницы особо я не заметил. Ловит все так же хорошо, в помещении не всегда меня видит. Ну, короче, отличия, наверное, минимальные. Так, и вернемся к автономности. Вот какой момент. В последние дни, сняв смартфон в 7 утра, в 9 вечера я уже искал зарядку. Но опять-таки, это жесткое использование. Там, смотрел много видео, камеру постоянно использовал, социальные сети, звонки, мессенджеры, немного навигации по городу и так далее. Быстрая зарядка, как я сказал, здесь тоже есть, но она показывает 50% за полчаса. И подвох ее в том, что в комплекте зарядник идет только с Quick Charge 3.0. Хотя, как я и говорил, здесь есть поддержка 4.0+. В общем, по автономности я Mi 8 доволен. Вот, даже не ожидал, думал, что будет хуже. И его явно будет хватать на сутки, но, может быть, сутки с хвостиком, если вы экономите жестко. Так, и по поводу камеры. Здесь делаю маленькую ремарочку. Все дело в том, что прошлая модель Mi была не самая лучшая в своем классе. Mi Mix 2S меня удивил. По камере я очень большие надежды возлагаю на Mi 8. И мне кажется, он должен и обязан стать камерафоном в своем ценовом сегменте. И при хорошем освещении вы, как всегда, будете делать отменные фото. Хотя это сейчас уже норма для смартфона даже за 150-200 долларов. Xiaomi на презентации говорил об искусственном интеллекте. Он такой же здесь, как и в Mi Mix 2S, но он мне не совсем понравился, потому что сильно цветокорит фото. И очень много шарпа. И выходит все как-то неестественно. Но, думаю, большинству это однозначно понравится. Ведь не надо теперь разные фильтры там накладывать в Инстаграме и так далее. Еще я очень часто при макро не мог поймать фокус. На выбранном объекте это меня тоже раздражало. Но такая проблема была в том же OnePlus 6 на старте продаж. Так что, я думаю, с ПО должны все потом подтянуть. Ладно, теперь давайте сравнение. Три поколения Xiaomi Mi. Mi 5, Mi 6 и Mi 8. И здесь сразу же видно, что Mi 8 больше захватывает света. Соответственно, попадает больше деталей. Но делаем кроп на лице Лехи. И, ух, я тут обескуражен, если честно. Ведь глобальная разница особо незаметна. Хотя она есть. Опять-таки, больше света, но детализация хромает. И я предполагаю, что это реально очень сырая прошивка. Вот, в принципе, как всегда и бывает у Xiaomi. И если мы уходим в сторону, то здесь явно заметно, что Mi 8 на голову выше своих собратьев. Меньше шумов, больше света и тому подобное. То есть, камера явно стала лучше. И интересно будет сравнить Mi 8 с тем же OnePlus. Но это мы сделаем в отдельном видео. Так, теперь буке. Сюда я решил включить Samsung. И условия сложные. Это как много мелких деталей, которые нельзя зацепить. Делаем кроп и, в принципе, все не идеально. Вопросы к Xiaomi есть. Тем более, они там об искусственном интеллекте что-то говорили. Ладно, ждем адаптацию прошивки. Да, и вот вам кроп на лице Лехи. И видите, Mi 8 все очень сильно размывает. Изначально я думал, что проблемы с какой-то с резкостью. Но у меня реально все фотографии вот с таким вот багом. И я думаю, что опять-таки что-то с прошивкой. Короче, хочется сказать, Xiaomi пили ПО, а не презентации по 2-3 штуки в месяц минимум. Так, фронтальная камера. Вот здесь я был приятно удивлен. Как вы видите, сравниваю с тем же Samsung. Спасибо, Лехи, на заднем фоне передайте. Ну и так, делаем кроп. Вау. В принципе, достаточно хороший результат наравне с Samsung S9+. Ну и ясное дело, не забывайте, что в Mi 8 есть портретный режим во фронталке. Мелкие ошибки он допускает. Но есть EGR режим. Так, снимаем 4К, Samsung и Xiaomi. Вот вам проверка стабилизации. Экспозиция работы. И тут кто-то бегает. Мальчик, вы куда побежали? Ладно, проверяем фокус. На мальчика. Мальчика нету. Фокус. И давайте тоже небольшая пробежка. Вы куда? Блин, бегают здесь разные. Ну, короче, вы видите, что по камере происходит. Я сейчас мало чего вижу. Но самое главное, что после обработки стабилизация потом дорабатывает картинку. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Про видео добавлю еще то, что здесь нет 4К, 60 кадров в секунду. И у сверстников оно есть. И в Mi 8 не идеальный стаб. Как вы видели, он только оптический, да и звук не ахти. Хотя немного уже исправили его. Правое ухо хотя бы уже работает. И slow-mo. Здесь есть 240 кадров в секунду при Full HD разрешении. Но при этом вы не сможете замедлить определенный момент в видео. А просто весь кадр будет в замедленной вот такой вот съемочке. Так, теперь самое главное по фото. Ставил я это напоследок. Сравнение Mi 8 ночью. И сейчас смартфоны выделяются именно этой особенностью. И соперники здесь у Mi 8 достаточно серьезны. Так, делаем кроп. И, конечно, S9 Plus вытягивает апертуру 1.5. Но согласитесь, Mi 8 очень хорошо держится. Можно сказать уровень пикселя, а то и даже будет получше. Так, уходим в сторону. И Samsung здесь без шумов. А может быть это просто ПО хорошее. А вот Mi 8 опять-таки вот на уровне пикселя, а то и даже получше. Ведь надписи можно хоть как-то прочитать. Так, а здесь S9 Plus как всегда ловит зайчиков. Но при этом посмотрите на результат Mi 8. Он показывает очень хороший результат, как для ночной съемки. Не так все чисто, как в Samsung, но очень достойно. Учитывайте еще адаптацию ПО. Какой же итог по поводу Mi 8? Друзья, это очень добротный и хороший смартфон. Вы знаете, ему бы еще цену, как заявлено было на презентации, 420 долларов. И, наверное, было бы в какой-то степени совершенство. Но меня смущают баги. Вот эти вот прошивки. И, знаете, они меня просто выводят из себя. Есть мелкие баги. Но это конкретные, на которые просто-напросто сейчас саймом. И пока что плюет и закрывает глаза. Плюс ко всему камера. Вот не адаптирована она еще до конца. И тоже это печально. На старте продаж вот так вот выпустить очень целой смартфон Xiaomi. Если ты уже идешь в этот ценовой диапазон, то меняй свою политику в этом вопросе. И здесь, конечно, вы можете сказать, да, Антон, все лагает. Нет, друзья. Мой опыт с Samsung S9 Plus показал, что на 10-й день после старта продаж баги были просто минимальные и незаметные. Да и тот же OnePlus 6 меня удивил. Казалось бы, прошлые модели 3 месяца нестабильно работали. А здесь сразу же, в принципе, с коробки все хорошо. Mi 8 очень перспективный смартфон, друзья. Я еще раз хочу утвердить эту мысль. Конечно, ему бы адаптировать камеру. Потому что в ней есть реальный потенциал. Да, схоже с iPhone. Вообще, просто вылитый iPhone. Немного по-другому задняя крышка сделана и все. Monobrofit огромнейшая. Ну, я, видите, картинку такую поставил. В принципе, ну, можно смириться. Ну и плюс нужно учитывать, что это китаец. Смартфон из Поднебесной. И программное обеспечение допилит, о котором я уже сегодня очень много чего сказал. Допилит через полгода. А в лучшем случае год. Ну и MIUI 10, ясное дело, ждем. Ну и цена. Да, хочется реально 450 долларов максимум. И к этому смартфону у меня тогда вопросов вообще бы не было. Кстати, вспомните хотя бы тот же Mi 6 за 390 на старте продаж. Mi 5 и Mi 5s где-то 300 долларов в среднем. А тут уже сразу же 420, 430. И как мы видим, 500 баксов его на данный момент продают. Но, друзья. Если вы хотите обновить свой Mi 5, Mi 5s или тот же Mi 6. Дождитесь падения цены на Mi 8. И смело его берите. Тем более, к тому времени выйдет глобальная прошивка. Но ее допилят нормально, не будет таких багов. Одним словом, Mi 8 отменный смартфон. И он реально может побороться с флагманами, тем же Samsung, Pixel и так далее. Вы так все сами видели. Но изъяны у него есть, скорее всего из-за того, что он с поднебесной. А вот если бы их убрать, то все было бы зашибись. Ладно, спасибо большое за просмотр. Ждите новых видео. Они обязательно будут. И пока-два.